2000 участников со всей России. Молодежный форум Иволга в этом году вышел на федеральный уровень и стал частью движения первых общественной организации, объединяющей активную талантливую молодежь страны. В день Приволжского федерального округа к участникам форума приехали полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев. На Мострюковской поляне они пообщались с участниками Иволги, осмотрели площадки, посетили выставки. Одна из них под названием «Герои среди нас» знакомит с историями бойцов и ветеранов СВО. Здесь такая патриотическая зона у нас расположена. Участники и открытки в том числе пишутся словами благодарности нашим героям, которые мы в завершение форума вместе с нашим гуманитарным грузом, сейчас его тоже покажем, мы отправим на новые территории. Этот год объявлен в России годом семьи. На форуме и организовали семейный павильон. Интерактивной зоной позволяет участникам форума почувствовать семейную атмосферу. Здесь же проходят мероприятия, направленные на поддержку и развитие семейных ценностей. Традиционно на Иволге работает инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Вячеслав Федорищев пообщался с Борисом Кузнецовым, чемпионом России по паровелоспорту. Я встал с колески, благодаря моему силу воли и плюс пара велоспорта. То есть, если на велоспорте меня выгодно это тоже. Глава региона подчеркнул, что в области паралимпийские виды спорта будут поддерживаться. Средства на это предусмотрены в бюджете. Встретились почетные гости с активистами движения первых. Ребятам пожелали всегда помнить своих учителей, максимально участвовать в мероприятиях форума и не терять контакты с участниками из других регионов. Одна из основных целей у нас, Свячеслав Андреевич, это посетить и послушать именно мнение ребят. Потому что жизнь наша меняется и она не стоит на месте. Много возникает новых моментов явлений, инициатив в жизни. Меняются и потребности ребят, и готовность участвовать во всем этом. Здесь вот очень важно постоянно быть на связи. Я уверен, что каждый из ребят, который вернется в свой родной город, в свой родной регион, республику, край. Будет с теплотой вспоминать Самарский область, Приволжский федеральный округ. Знакомства, которые здесь заведены, дружеские, товарищеские, потом перейдут в рабочие, хорошие коммуникации. И это останется во время, в сердце навсегда. Итоги конкурса проектов еще предстоит подвести. Но уже определились 24 победителя, из которых 18 представляют Приволжский федеральный округ. Самарских проектов из них три. Общий грантовый фонд поддержки в этом году 20 миллионов рублей. 10 миллионов рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. Августина Охременко, Константин Головин. События.